Он озирал восемь вершин земли, равнину, длиной в три перегона семь рек. Прошел золотоокий бог Савитар, дающий желанные сокровища, почитающий ему его. Ну вот здесь начинается такой символизм чисел. Восемь пиков земли. Вершин. Что-то за восемь вершин земли. Трудно сказать. Скорее всего, это восемь направлений света. То есть четыре основные и между ними четыре. Собственно, они распространяют всю широту нашего земного существования. Придхиби – это широкая. То есть восемь вершин земли, восемь направлений этой широты. Вполне возможно, что это они. Равнину длиной в три перегона. Что это за такая равнина? Или, скорее всего, как пустыня в три перегона. Пустыня, которая в три дагнува йоджана и семь рек. То есть пустыня, три пустыни. Или пустыня в три йоджана, в три соединения, или в три перегона, как она переводит. Потому что йоджанами измеряли как раз вот такие... Это около двух с половиной или что-то в этом километров йоджана. Иногда по-другому, там, двадцать километров. И семь рек. То есть что-то за три региона пустынных и семь рек. Тоже где-то мы можем догадаться, что три основных региона – это ментальный, витальный, физический мир, сознание, которое нужно возделывать, которые нужно культивировать. Мы будем культивировать эти три пустыни. Мы пришли сюда для их культивации, для их орошения, для возделывания, для работы на этой земле. Собственно, мы будем создавать из этих миров инструменты для воплощения Духа. И семь рек. Семь рек – это эти основные семь потоков сознания, которые будут орошать эти три региона земли. Мы знаем о семи реках. Те самые семь потоков, которые ушли у Рубинда в знаке, внутри, вот эти там реки текут, семь. Это их семь потоков сознания. Садчит, Ананда, Вижняна, Манас, Прана и Анна. Все семь потоков. Гераньяк Шах Сабита Дева Агат, злато-глазый, злато-окий бог-савитар, Агат пришел, скорее чем прошел, явился Дадхат Ротна, устанавливающий богатство, Дашух Шеба Арияне, желанное богатство для Дашух, для почитающего его, и почитающему, или дающий почитающему его. Дашух, это тот, который отдает себя. Тот, который делает вот эту самоотдачу. То есть самоотдающему себя он устанавливает эти сокровища желанные. То есть он движется, озирая все пространства между небом и землей, все три поля, которые нужно возделывать нашим сознанием, все семь рек, которые будут культивировать эти поля. Он приходит к нам, злато-окий, и устанавливает для отдающего себя существа, желанное богатство. Хиранья паних савита вичаршаних убедья ва притхиви антария те Апами вам бадхаты вейти сурьям Абхи Кришнена Раджасадьям Рыноти Золото-рукий савитар Иранья паних С золотыми руками Повелитель людского рода Вичаршаних Я по-другому перевожу Вичаршаних как Активный Действующий Активный Ну, вполне возможно, что-то связано именно с людьми Убедья ва притхиви антария те Странствует между Антар и я те Движется между обоями Между небом и землей Он гонит прочь болезнь Апами вам бадхаты Приводит в движение солнца Вейти сурьям Абхи Кришнена Раджаса И он дьямринут И приходит на небо Или восходит в небеса Или спешит на небо Через черное пространство Или темными пространствами Он движется к небесам Основная идея здесь Что он через черное пространство Он приходит к самому себе Так сказать К небесам У меня было много здесь Всяких идей Связанных с Шри Орубиндо Вот я здесь сейчас перечитываю Как это Каким образом он движется К небесам Через темное пространство Ведь в предыдущем стихе Было упомянуто Что у него три неба Два в его лоне А одно в мире ямы И вот это собственно Говорит мне о том Что вот эти три неба Это собственно Физический ментал Витальный ментал И ментальный ментал Или по Шри Орубиндо Собственно ментальное сознание Высший разум Higher Mind И Illumined Mind В нашей полусфере В нашем мире Где существует ночь Потому что Савитар Как раз движется Через темное пространство И собственно Это эти три неба То есть два высших неба Это высший ментал И озаренный ментал Который является собственно Крышей нашей нижней полусферы То есть самая высшая форма Проявления эволюционного ментала А за ним уже Чтобы пробиться За пределы этого ментала Это выход на интуицию Интуиция это самый низший уровень Сверхразума Overmind И вот Риши Которые Навагвы Риши Самое высшее достижение Это было как раз вот Вот этот Illumined Mind Или озаренный разум И к ним Индра приходит С помощью Айас Яриши Который мы будем читать В Брихатараньяке Следующая часть И вносит Привносит как раз Влияние трансцендентального света Индры Индра пробивает нашу крышу Наш потолок Наш потолок И привносит вот этот вот Сияние Или вспышку света высшего В наши низшие миры И таким образом Навагва Риши Риши девяти лучей Превращается в Дашагва Риши В Риши десяти лучей Становятся озаренными Приобретает трансцендентальное сознание Мира свар Мира луча солнца Overmind Так вот Савитар он как раз Движется В небо Ввысь Через свои небеса Так сказать Через ментальные Через высший разум И Зазаренный разум И каким-то образом Пробивая его Соединяется С Высшим Дьяволом Он спешит на небо Через черное пространство Геран Ягастах Снова Геран Ягастах Был Геран Япани Золоторуки Сейчас Геран Ягастах Золоторуки Асурах Сунитхах Сумреликах Суваван Яту Арбан Апасе Дхан Ракшасу Яту Дханан Астхат Девах Пратидошам Грынанах Золоторуки Асура Добрый Вождь Милосердный Прекрасно Помогающий Пусть Придет Сюда Прогоняя Прочь Ракшасов И колдунов Каждый Вечер Стоит Бог Воспеваемый Три раза Пока Три раза Он это Не сделает Мой компьютер Не успокоится Что-то У него Там Вообще Неполадки Какие-то В мозгу Нет Чтобы Один раз Сообщить Что будет Ом Квая Нет Он должен Это сделать Три раза Ну вот Золоторуки Асура Добрый Вождь Добрый Вождь Сунитхах Совершенный Водитель Асура Это Собственно Мощный Господин Тот Который Обладает Силой Бытия Сумрили Ках Милосердный Совершенно Мягкий Суаван Прекрасно Помогающий Или Прекрасно Пронзающий Нас Своим Присутствием Яту Пусть Придет Арван Напрямую Сюда Пусть Сюда Придет Прекрасно Помогающий Совершенно Мягкий Совершенный Водитель Обладатель Жизненной Силы Зла Зла Руки Апаседхан Прогоняющий Ракшасах Ракшасов Ятудханан И Ятудханов Это такие есть Существа И оно Переводит их Как Колдуны Которые Используют Черную Магию Астхад Девах Встал Или Стоит Бог Пратидошам Гринанах Которого Воспевает Перед Рассветом Или Которого Воспевает Вночи Вночи Для Рассвета Снова Здесь У нас Подтверждение Отношения Савитара И ночи Где он Призывается Вночи Пратидошам Гринанах Уводящий Или убирающий С пути Ракшасов И других Демонов Ну и вот Последний Стих Ете Пантах Савитах Впур Виясах Аренавах Сукрытах Антарикше Тебхих Но Адья Подхибхих Сугебхих Ракшач Ракшачану Адхича Бруги Дева Те Что Прежние Пути Твои Савитар Непыльные Хорошо Проложенные В воздушном Пространстве Приди По этим Легко Проходимым Путям К нам Сегодня И защити Нас И уйти О Бог Те Твои Пути Савитар Пур Виясах Прежние Ли Изначальные Аренавах Чистые Сукрыта Прекрасно Сделанные Антарикше В воздушном Пространстве Тебхих Но Адья Теми К нам Сегодня Подхибхих Путями Сугеби Их Легко Проходимыми Ракша Защити Чанах И защити Нас Адья Чабру Гидеева И И Так сказать Замолвь Словечко За нас Дословно Адги Бруги Говори Свыше Или так сказать Вырази себя Над нами О Бог Вот это Утешка Так Она Переводит От Гибру Speak In Favor Говори За Нас Замолвь За Нас Слово Ну вот Такой Гимн Замолвано Слово Конечно Он читается В один ход В одном Ключе И тогда Все становится Понятно А если Это не в одном Ключе То конечно Все разбросано Мы с вами читали Вот три раза Три недели Я призываю Здесь Огонь Первым Для Совершенного Существования Я призываю Здесь Митру Иварану Для Возрастания Я призываю Ночь Которая Вводит В этот мир Все Существа Я призываю Бога Савитара Для Возрастания Возвращающиеся К себе Темными Пространствами Приводя Внося Или Привнося Сюда Смертного И бессмертного На золотой Колеснице Бог Савитар Приходит К нам Озирая Все миры Он Движется Вниз И он Движется Вверх Он На своих Золотых Конях Достойный Жертвоприношению Он Бог Приходит К нам Савитар Из-за Предельного И Убирает С пути Все Препятствия На своей Украшенной Драгоценными Камнями Колеснице С золотым Оформлением Многосияющий Разноцветными Лучами Сознание Поднялся На колесницу Устанавливая Устанавливая Мощь Темных Пространств Его Кони Озирают Все Живые Все Воплощенные Здесь Существа У которых Темные Ноги Сами Они Белые Или Золотые Везущие Его Колесницу С золотым Оформлением И У Божественного Савитара Извечные Народы Все Те Которые Пришли Сюда В Эту Манифестацию И Все Остальные Миры Находятся В Его Объятиях Или На Его Коленях В Его Обители Три Неба Савитара Два В Его Обители А Одно В Мире Ямы И Все Они Опираются На Бессмертную Центральную Часть Его Колесницы Скажите Мне Здесь Кто Об Этому Может Рассказать Кто Об Этому Знает И Габравиту Я От Ах Чекет От Кто Это Осознает Скажите Азирая Внутреннее Пространство Прекрасно Крылый Глубинно Дрожащий В экстазе Своего Блаженства Обладающей Силой Бытия Прекрасно Ведущий Где Сейчас Солнце Кто Об Этому Знает В Какое Далекое Небо Его Луч Распространился Восемь Направлений Широкой Земли Три 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 пустыни И семь рек Он Озирает И Освещает Златоглазый Савитар Бог Приходит К нам Устанавливая Все Желанные Благо Для Отдающего Себя Человек Златого Златорукий Савитар Работник Движется Между Небом И Землей Убирая Все Болезни На пути Поднимая В небеса Солнце Он Движется К небу Темным Пространством Златорукий Савитар Прекрасный Водитель Совершенно Мягкий Совершенно Проникновенный Да Придет Он Сюда Убирая На пути Всех Ракшусов И Колдунов Стоя Стоит Бог Воспеваемый Всеми В Ночи И Твои Пути О Савитар Которые Прежние Чистые Прекрасно Сделанные В Пространстве Ими Или с помощью Их Приди К нам Или Веди Нас Сегодня Путями Легко Проходимыми Защити Нас И Защищай Нас Словом Или Скажем Интенцией Или Самовыражением Защищай Нас Постоянно Своей Интенцией Окей Ну вот Такой Гимн Богу Савитару Читая Ты Совсем Другое Существо И Совсем Для Другой Работы Здесь Происходит Такая Метаморфоза Твоего Сознания Вот Как Интересно Что Вот Эти Все Колдуны Все Эти Ракшусы Это Как раз Те Самые Силы Которые Постоянно Смещают Контекст Это Они И Есть Те Которые Помещают Форму В Неправильное Использование Вот Это И Есть Колдовство Это Мне Напоминает Тот Момент Когда Мать Помните Она Принесла Шри Рубинда Мантру Смерти И Жизни Которые Она Получила С тонкого Плана От Ведийских Риши Это Вот Макс Теон Нашел Ее В тонком Пространстве И С Матерью Мать Призывал Чтобы Она Пришла Чтобы Добыть Эту Мантру Потому Что С Ее Помощью Можно Было Оживить Любого И Умертвить Любого Такая Мощная Сила Заложена В Мантре И Когда Мать Принесла Эту Мантру Шри Ерубинда И Отдала Ее Ему Он Предал Ее Забвение Он Сказал Это Не Наш Путь Это Не Путь Колдовства Это Не Не Естественный Путь Нам Нужен Другой Ход Все В В этом Мире Здесь Реально Нам Не Нужна Нереальная Реализация Хорошо Друзья Я Становлюсь Здесь В Следующий Раз Мы Возьмем Другой Гимн Здесь Нам Нужен Золоторукий Савитар Который Будет Работать Землей С нами Да Он Есть Нужен Нам Мы Должны Его Осознать Призвать Его Нашим Сознанием Мы Должны Его Установить Мы Ему Должны Отдать Себя И Тогда Он Для Нас Устанавливает Эти Желанные Богатства Желанные Желанные Слово Неверные Это Скорее Те Которые Мы Хотим Выбрать Избрать Если Мы Избирали Из всех Богатств Богатства То Это Были Именно Те Богатства Которые По сравнению Со всеми Мы Бы Избрали Да Нам Нужен Савитар Чтобы Понести Нас На Своих Крыльях Прекрасных Хорошо Все Тогда Друзья Я Закрываю Мантрой ОМ Сарвэ Бхаванто Сукхинаха Сарвэ Санто Нирамaya Сарвэ Бхадраани Пашyantu Ма Кашчит Дух Кх Бхаг Бхавет ОМ ШАНТИ 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 ШАНТИ